Севастопия Канта это совокупность принципов правильного применения познавательных способностей. Канту осматривал отличие своего понимания канона от традиционного, в том, что считал так называемый принцип соотносимости с опытом главных принципов своей теории познания. Поскольку чистый разум сам по себе не может добыть синтетические знания о предметах, то и канон чистого разума не может быть предназначен для такой цели. Канон чистого разума, согласно Канту, обращен к сфере воли о приорных нравственных законах. По этой причине Канн называет его часто каноном чистого практического разума. Конец 30-го замечания. Общая логика называется предвозной тогда, когда она рассматривает правила применения разума при субъективных эмпирических условиях, указываемых нам в психологии. Страница 72-я. Следовательно, она заключает в себе эмпирические принципы, хотя она и есть общая логика, в том смысле, что исследует применение разума без различия предметов. Она есть только средство очищения обыденного разума, но не канон рассудка вообще, не органоз частных наук. Итак, та часть общей логики, которая составляет учения по чистым разуму, должна быть совершенно обосновлена под прикладной логики, хотя все еще и общей. Только первая часть есть настоящая наука, правда красная и сухая, как этого и требует систематическое изложение учения по началу простудка. В этой науке, следовательно, необходимо всегда иметь в виду два правила. Общая логика, она отвлекается от всякого содержания рассудочного познания и от различий между его предметами, имея дело только с чистой формой мышления. И второе правило, как чистая логика, она не имеет никаких эмпирических принципов. Стало быть, ничего не заимствует их психологией, как некоторые хотят этого, которая поэтому не имеет никакого влияния на канон рассудка. Она и доказательная наука, и все для нее должно быть достоверно, совершенно априори. Наука, которую я называю прикладной логикой, расходясь с обычным значением этого слова, по которому она должна содержать определенные упражнения, согласно правилам чистой логики. Так вот, наука эта представляет рассудок и правила его необходимого применения им конкретно, то есть при случайных условиях субъекта, которые на беспрепятствовании задействовать применению рассудка и даются только эмпирически. В ней в этой науке идет речь о внимании, о последствиях его и встречаемых им препятствиях, о происхождении заглуждений, о состоянии колебания, сомнения, уверенности и тому подобном. Общая и чистая логика относится к ней как чистая мораль, содержащая только необходимые нравственные законы свободной воли вообще к обучению о добродетели в собственном смысле, которая рассматривает эти законы при наличии препятствий чинимых чувствами, наклонностями и страстями, которым люди более или менее подчинены и никогда не может быть настоящей и доказательной наукой, так как, подобно прикладной логике, возникается в эмпирических и психологических принципах. Второе речи о трансцендентальной логике. Общая логика отвлекается, как мы показали, от всякого содержания познания, то есть от всякого отношения его к объекту и рассматривает только логическую форму в отношении знаний друг к другу, то есть форму мнения вообще. Но так как существуют и чистые, и эмпирические содержания, как это доказывает трансцендентальная стейка, то можно ожидать, что и мысли, предметы, можно различные, то есть чистые или эмпирические. Страница тем веки свеча. В таком случае должна существовать логика отстрадивающейся, не от стягового содержания познания. В самом деле, та логика, которая содержала бы только правила о том, как чистый мысль предмет, должна была бы исключать все знания с эмпирическим содержанием. Она должна была бы также исследовать происхождение наших знаний о предметах, если только оно не может быть привязано предметом. Общая же логика вообще не занимается этим происхождением познания. Она рассматривает все представления. Все равно, даны ли они первоначально априори в нас сами или только ферически, согласно только тем законам, по которым Расцута пользуется ими в их отношении друг к другу в процессе мусультина. Поэтому в ней идет речь только о форме Расцута, которая может быть сообщена представлением, каково бы ни было, чем происхождение. Здесь я сделаю замечание, влияние которого простирается на все дальнейшие обсуждения, и которые необходимо иметь в виду, а именно трансцендентально, то есть касающимся возможности или применения априорного познания, следует называть не всякое априорное знание, а только то, благодаря которому мы узнаем, что те или иные представления или шеверцания или понятия применяются и могут существовать исключительно априори, а также как это возможно. Поэтому ни пространство, ни какое бы то ни было априорное геометрическое определение, его не есть трансцендентальное представление. Трансцендентальным может называться только знанием о том, что эти представления вообще не имеют эмпирического происхождения, и о том, каким образом они, тем не менее, могут априори относиться к предметам опыта. Применение пространства к предметам вообще также было бы трансцендентальным. Но так как оно ограничивается исключительно предметами, что оно называется эмпирическим. Таким образом, различие между трансцендентальным и эмпирическим причастны только к кризисе знаний и не касается отношения их к их предметам. Итак, в ожидании того, что возможность понятия априори, относящиеся к предметам, не как чистые или чувственные созерцания, а только как действие чистого мышления, стало быть понятнее, но не эмпирического и нечувственного происхождения, мы уже заранее устанавливаем идеи в науке о чистом растутке и основанных на разуме знаний, благодаря которым мы мытьем предметы совершенно априори. Такая наука, определяющая происхождение, объем и объективную значимость подобных знаний, должна называться трансцендентальной логикой, потому что она имеет дело только с законами растутка и разума, вывез по шульту, поскольку она априори относится к предметам, в отличие от общей логики, которая рассматривает отношения их и к конферическим знаниям, и к основанным на чистом разуме знаниям без развития. Третья речь о делении общей логики на аналитику и диалетику. Имеются два наземь и стебюля, расположенные по разной стороны сомнительного аналитика. Третья речь о делении общей логики на аналитику и диалетику. Третья речь о том, или к признанию своего неведения, следовательно, и честности всего искусства логики. Номинальная гостиница истины, согласно которой она есть в соответствии с знаниями его предметов, здесь допускается и предполагается заранее, но ведь вопрос в том, чтобы найти всеобщий и верный критерий истины для всякого знания. Умение ставить разумные вопросы есть уже важный и необходимый признак ума или проницательности. Если вопрос сам по себе бессмысленно и требует бесполезных ответов, то кроме цеда для выкрашающего он имеет иногда еще и тот недостаток, что погружает неосмотрительного слушателя к нелепым ответам и создает смешное зрелище. Один, по выражению древних, доит козла, а другой держит под ним решеток. Если истина в соответствии познания с его предметом, то тем самым следует отличать этот предмет от других предметов. В самом деле, знание заключает в себе ложь, если оно не находится в соответствии тем предметам, к которому оно относится, хотя бы и содержало нечто такое, что могло быть правильным в отношении других предметов. Компания Извини, ты ли Что случилось с трампцией со мной и чего? Ну могла так случилось так громко, что в другом кругу я тебе пропал в письмо и начал жаловать. Он твои взгляды свежем в эту бабушку. Трубы не проходили. А завтра он должен улетать. В 3 днях он говорит, что на поля. Я так поправлю? Не могу отказаться от формы. А ты куда дел? А ты куда дел? Это перешло. Я так устал, так подавлено. Я зачарован из бицепола. А ты куда дел? Ну, давай что? Что вот такое? Парни, карамуста между парал, и волоксницей. И волни ж таки мужчины. Очень отличным. Скажите мне. Слушай, а она приглашает на сайт, есть он будет? Я почти не знаю. Да, мы сидим. Добрый вечер, прошу. Это Марта. Здравствуйте. Сегодня мне везет на знакомство. Проходите. Почему-то здесь входит в пешку, когда мы у нас в ответы, я тут и тут, и потом уже уже, да? Ты должна быть к этому привычной, разве с теми нет, здравствуйте. Мне кажется, что-то другим. По крайней мере, там, где я живу. А я на обороте, у меня не могу. Какая большая, у меня кровать. Что это за озеро? Это водяная рука. Она называется наибаши. Наибаши. А вот еще одна. Здесь мы живем. У нас на первом. Ну, там, слева. Здесь. Здесь. Чуть подальше. Значит, здесь. Да, там много тропических стихов, берегу. А, берегу, а ты вас не беспокоили? Нет, они вот просто по началу, по сути, с травой. Вы представляете, один, например, может, хочется, как есть, трое, с палкой с травой. Нам периодически переходят, чтобы вас не было. А, это вас ломается? Нет. Я нажимаю на ответ. Ну, я буду смотреть. Ты не боялась? Нет. Я не знаю, что это было, когда ты боишься машин. Да, вот так. Ну, смотри. Ну, смотри. Это Келеманжан. Да. Да. Снега Келеманжан. Массота 6000 метров. Ты знаешь, что ты на фигуре не обстановил красивых? Очень. Вот облада на мунице. Чизнь должна истать красивых по-приканцам страны. А в красивом чемпионке? Который, самоличный, вон. Там есть время, вон, 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 вон. Это волос. Африк, вон, вон, вон. Который, вон, вон. Продолжение следует...